Конструктивная семантика. Конструктивная семантика. Исторически получилось так, что репутационистские идеи возникли в начале двадцатого века. И в репутационистском семантике есть общий метод репутационным привлекаться всеобщностью. Общий метод а в тридцатые годы века назывался алгоритм. Вот у нас была некоторая алгоритм. Ну и тогда возникла естественная путемка, пришли к тому, что можно с интуиционистской семантикой уточнять с помощью понятия алгоритм. Ну иными словами если вернуться от компликации, то, значит, так, например, а увеличит в, понимать так, что есть алгоритм, который там любое доказательство а преобразует доказательство б. Любое а для даже х а но так, что есть, значит, алгоритм, который любого значения х объявляет в основном а . Ну и тут, понимаем, что зачем вам вообще в полноте использовать алгоритмом, надо еще понимать, а что такое предоставительство б? что такое доказательство б? Ну и вот это можно ну как бы строго как бы хромализовать, или определить следующим образом. Не важно, что такое там доказательство, ну доказательство там обоснования, так сказать, текст, да? Ну текст, который значит там обоснован. Ну тексты можно вырывать натуральными числами. Поэтому вместо того, что он говорит о доказательстве, мы говорим о числах. Натуральное число. Есть такое понятие, что натуральное число является свидетельством того, свидетелем того, что данное высказывание истинно. есть свидетельство того, что данное высказывание есть. Теперь если мы берем ну для начала возьмем возьмем для начала мы высказываем мы высказываем как можно высказывать как высказывание есть высказывание и оно истинно то есть как бы числа натуральные которые свидетельствуют за это высказывание то есть да истинно высказывание иными словами мы высказывание скажем теперь уже мы будем высказывание а понимать вот что как некреподмножество татурального варианта множество свидетелей этого высказания может быть не быть свидетелей а может быть пустым это ложка а если истинное то там может быть поэтому если берем высказывание переменное высказывание высказывание понимаем не просто истинно но высказывание вместе с множным свидетелем его истинности мы говорим словами что число n является свидетелем видимо что число n реализует это самое высказывание итак для переменных у нас их заданы а теперь как понимать логические связки а вот вот число e и а а будем видеть так что e реализует a напишать e r а дальше идем конъюнция что значит истинно е прижим конъюнцию высказываете 2 2 а 2 и в степени В, и при этом А делизирует А, В, свидетель истренности конюнции в соответствии с форматом, уже закодированным, свидетель истинности для А и свидетель истинности для В. Е прилижует диссинцию А или В. Это означает, что либо Е имеет вид балл на любой матрик в степени В, и В и А прилижует А, и В и В и В и В, и В и В и В. Реализация диссинции содержит информацию, какой динструктивный член истинен, и содержит информацию о его истинности. Дальше. Симпликация. Или из-за дипликации, много чего-то. Ну, на лекции по теоретику можно рассматривать только функции из натуральных, из натуральных вычисленных. И можно рассматривать такие ритмические языки, грубо говоря, только на соответствии с алгоритмом для вычислений таких функций. И все проекты можно сформировать, и получается, что в каждой программе есть номер. Например, программа это в каждой числе немного внутри программы. И соответственно функция Cn, это функция градусно-натуральная, вычитаем программу с номером b. Эта функция вообще не частичная, если мы сюда поделим. Так вот, идея нейтрализации диссинции отличает мышку из далекого А, которая реализует посылку, функция с номером b определенная на этом a, то есть решает, точнее, разрешает диклюкативно. И значение этой функции реализуется включением. Другими словами, реализация инпликации это номер алгоритма, если хотите, который реализацию посылки перерабатывает, реализация заключения. И отрицание. Е реализует не а. Давайте я напишу так сначала, что е реализует инпликации. А стрелок абсурд. А абсурд это такое высказывание, которое не реализация. Понятно? Как бы, что и может. А тогда если шифровать, то есть если здесь абсурд, то получается для любого a, который реализует а, функция определена, и ее значение, ее значение реализует абсурд, но абсурд не реализует. Поэтому, на самом деле, это означает просто следующее, что уже, как я говорил, что для любого a неверно, что a реализует, а нет реализации. Это все. Вот такая вот, получается, семантика для логики высказывания. Теперь, оказывается, вот такую семантику ввел американский математик Клини, работа вот 2005 года, и тогда возникает такой вопрос, а может быть, это самое соотношение такой семантики с интуиционистской? Ну, с ощущением высказывания интуиционистским, и много сил было потрачено, чтобы доказать, что как бы, что выводимые интуиционистские формулы и реализуемые формулы, выражающие законы этой логики, что-то одно и то же, что-то одно. На самом деле, оказалось, что нет. Оказалось, что нет. А именно была найдена формула пропозициональная, которая, значит, реализуемой математикой, выражает закон вот этой логики. Закон этой логики, а именно... То есть... Для любых, для которых мы трактовали переменные таким образом, мы можем найти реализацию. Можем найти реализацию. Но, тем не менее, эта формула не выводима в интуиционистском исчислении высказывания. Эту формулу, давайте... Эту формулу рассмотрим. Уже есть такие вещи, которые легко понимаемы. Вот. Протёжное время. Эта формула такая. Эту формула... Эту Эту формула... Теорий факт такой простой, что эта формула не выводится в функционистском исчислении высказок. Для этого мы построим модель клипки, которая формула неистына. То есть шкала. Оба истыны. И вот истыны. И вот истыны. И вот истыны. И вот истыны. Вот такая. Что можно сказать? Где истына формула А? Т.е. где истына не П и истына не У. Здесь, конечно, да? Здесь истына не П и правильно, поэтому истина А. Здесь истина не В, поэтому истина А. И потому что никогда в будущем не будет истина не А. А здесь истына не А. А здесь вот А есть, а здесь истына не А. А здесь будет истина не А. В этих точках. Вот тогда там же будет истына не А или не А. Ну понятно. Не А. Вот так истына не А. Истина не А, поэтому истына не А, поэтому истына не А. Здесь будет истинно, потому что уже здесь истинно мнение А. Получается, считается, всю глядь. А вот это не А или не А не будет истинным в этот момент. Потому что здесь не истинно мнение А, а истинно мнение А. Ну и уже времени какая-то нет. На самом деле можно показать, что... Я не буду заказать. А вот как парализация посылки получить парализацию заключения такой формулы? Вот мы опять сделаем следующее. Вот пускай у нас х реализует посыл. У нас там переменные придали множество там, ну, нейтрализаций, или посыл. Когда делизация заключения, можно выяснить с такой формулой, с помощью функции φ. Я сейчас напишу о том, что можно на досуге разобраться, почему этот результат. Мы возьмем вот что. Пускай у нас f1 это номер функции такой. Это номер функции... Ну, так уже так, φ с индексом f1, fx это будет равно 2 на 0 на 3 на 0. Вот так она в доме. То есть это равно единице. А φ с индексом f2, fx это будет 2 в 1 на 3 на 0. То есть числа 2. И вот здесь следующее... Я даже как вычитаю, это вот. По реализации, по специализации с 5, это вот такая. 2 в 1 на 3 на 0. Другой, если вычисление φx на числе f1 завершается, ну, превышается, и при этом, как я пишу его, в индекс 0 означает показатель при двойке. В этом числе равен единице. И индекс 0, на сколько вычисли, показатель при двойке. И в числе функуш номер х на числе f2 завершает работу, и показатель при двойке равен единице. То есть одно из двух наступает. В этом случае 2 в 1 на 0. Или 2 в 0 на 3 в 0. Если вычисление φx на f1 завершается, значит, как при двойке равен единице. И вычисление f2 тоже завершается, и то же при двойке равен единице. В остальных случаях нет единице. В остальных случаях нет единице. Что-то функция такая формула вычислима. Если у нас есть х, то мы берем программу с номером х и вычитаем на числах 1 и f2. Мы ждем результатов. И если оказалось, что оба вычисления завершились, и показатель при двойке международного столица будет 0, то выдаем это число. Вот, то есть единица. И если хотя бы одно вычисление завершилось, и в архе другой вычисления нет, и показатель при двойке равен единице, то вот и вот это число. Но если там никто не завершился вообще, если бы она была ситуацией, то мы кое-что не ожидали. Ну и дальше там можно проанализировать, что тоже есть инструкция, что если нижний заполнует эту формулу, то эффект реализовать в эту формулу. То есть специально оболнули вы, чтобы показать, что именно здесь есть. Ну, в заключение, есть еще, соответственно, семантическую интуитиву можно распространить на инологику. Там уже только надо преддавать, ну, когда интерпретируем критикатные переменные, там, P, X1, S, N, то надо задавать как бы, что при каждой натуральных числах, там, K, T, N, мы сдаем такие реализации, высказывания, то утверждение, что набор чисел К1 крайних исполняет педикату P. И так далее. И дальше распространяется реализуемость на, это самое, на квантовую. Е реализует существо X, а в X, а в X это только федеральные числа, это означает, что Е имеет вид 2 в степени N на 3 в степени А, и при этом А реализует A от N. И E реализует для всех X, целых X. Это означает, что для любого правительства N функция основания E на N подлинна, и ее значение P от N реализует A от N. Ну, для себя словами, есть алгоритм, который любого значения N, или любого значения N, выдаёт реализация. Вот такая вот семантика. Ну и теперь, какова роль этой семантики в нашем мире? Во-первых, есть формальные системы, т.е. исчисления какие-то, для описания некоторых областей математических, которые основаны на интуиционистской логике. Интуиционистская логика согласована с этой самой перспективной семантикой. Поэтому, если мы в такой средственной интуиционистской логике мы доказали, вывели утверждение для всех X существует Y, A от X Y, это означает, что, по этому доказательству, можно построить реализацию этого высказывания. Т.е. это число E, которое реализует. А что это означает? Что это означает? Что это означает? Что для любого N, у него N, FIe от N поделено, и при этом FIe от N реализует форму и существует имя A от N и Y. А это означает, что это самое число FIe от N, это умеет видом 2 в цепи M, как ли в цепи A какой-то, да? И при этом, это самое число A реализует A от N, M. И мы называем, что это вот Y, по X можно, вот, если по N, это M, из алгоритм, из алгоритм. Используется, на самом деле, современным коллегом, как теоретист Компутер Сайенс, для того, чтобы не скользить деятельность излечения программы и так далее. Теперь, на самом деле, разработанные именно для этой цели разрабатываются специальные языки, на которых аналог теории Морж, только применение интуиционизма, когда мы не множество рассматриваем, а, что называется, виды. Самый, как бы, предикат, заманное словесное. И такие же, для которых, некоторые, ну там, разделы, там, ну, математики, еще можно излагать. В этом примере. И так же, и семантики, основные теоретические логики, и там, я, например, только не вижу, есть другие, тоже, видимо, параллогичные семантики, которые позволяют указать, извлекать программу.